Сё лета боль за 460 молодых специалистов пополнили установы хувы здоровья Витебской области. Урачи, медицинские сёстры, фельдшеры. Шмат молодей пришло працевать у Витебскую городскую центральную поликлинику. Якие умовы для комфортной работы створаются у регионии, ци тяжко молодым медикам приходится на первом працонном месте. Дай ведауся Артур Смоляков. Дмитрий Рогау стать лорурачом мары уздятинства. Таму и поступил Витебский Державный Медицинский Университет. С первым працонным месяцем познайомился загадя. Интернатура у Витебской городской центральной поликлиницы подчас ковида запомнится надолго. Официйно приступил до працы в жнивне 2021-го. Сегодня один из самых молодых урачов на поверсе, прямая до 60 пациентов в день. Работать комфортно, хорошо, новое современное оборудование для диагностики тоже. То есть гораздо проще, скажем так, можно больше научиться, больше увидеть. Все коллеги помогают, и доктора, и заведующие, то есть когда возникают какие-то сложности, вопросы, то есть с постановкой диагноза, или просто нужно, то есть для уточнения, мне для себя лично убедиться, чтобы я правильно поставил диагноз, то есть я могу обратиться. Всегда помогают и доктора, и заведующие. На базе лора Дзяленья Витебской центральной поликлиники створены центры коллективного корыстанья. Тут приймают и консультуют с пациентов с усей в области. Там у таких специалистов, как Дмитрий, треба шмат. Специалистов на первое место работы пришло 78 человек. Из них 68 – это врачи с высшим медицинским образованием и медицинские сестры, средний медицинский персонал. Врачи первичного звена, их около 36 человек, а остальные – это узкие специалисты, лоры, неврологи, хирурги, окулисты. С другого жнивня молодые кадры працуют и уже ночи консультации на Краснофлотской у Витебску. Сюды пришли три урача – уважливая и потребовальная до себя. Миновито такой коллеги и наставники запомнили акушера-гинеколога Ганну Ларченко еще под час интернатуры. Пациенты с удовольствием восприняли появление у них нового, молодого, перспективного доктора. С новыми взглядами на жизнь, с новым подходом к пациентам. Она очень внимательна и отзывы, которые оставляют пациенты, конечно, нас очень радуют. И мы видим, что у этого специалиста, наверное, большое будущее в нашей специальности. Я стараюсь к пациенткам относиться так, как бы я хотела, чтобы ко мне мой врач относился, когда я приду к нему на прием. Я понимаю, что если у женщины есть какие-то проблемы со здоровьем, она обычно очень об этом переживает. И хочет найти в своем враче такую поддержку, постоянную, желательно, чтобы он ответил на волнующие вопросы. А вопросов иногда бывает очень много. И поэтому вот какой-то такой подход, чтобы мы были не как сотрудники, а как друзья больше. На первое працованное место у Витебской области селета пришел 231 доктора и 233 середних медицинских работника. По размерковании они отправились у больницы, поликлиники, амбулаторы и фельдшерско-акушерские пункты региону. Тут постарались и створить максимально комфортные умовы для их життя и працы. Всем молодым специалистам решаются жилищные вопросы. Это либо предоставление мест в общежитии, либо выделение арендного жилья, либо, если эти молодые специалисты снимают квартиру, предусмотрена система компенсации оплаты за жилье. Во всех лечебных учреждениях предусмотрена система надбавок за высокий профессионализм, за производительность труда, за достижение творческих результатов, за сложность и напряженность труда. Подтрымку в опытных коллег молодые медики отчувают не на словах, а на справе. За каждым новым специалистом замоцованный вопытный урач, який допомагает освоиться на працанном месте. Максим Аминавита, дякуючих этому, после закончения ВНУ, молодь вертается в знакомые больницы и поликлиники и застается працовать тут на долгие годы. Артур Смоляков, Ян Пчельников, Новины, Витебск.